Штаты, например, в Нью-Йорк. Спасибо большое, что пригласили меня еще раз в ваш эфир. И от лица всех афганцев, которые пришли в Америку, хочу вас благодарить за этот эфир. Я действительно работаю с эмигрантами, и действительно беженцы пытаются попасть в Нью-Йорк. Но, вы знаете, большинство выходцев из Афганистана, из беженцев, их отправляют в Техас. Но, вы знаете, сейчас в Вирджинии слишком много беженцев, и приходится перенаправлять новых беженцев в Техас. У меня много есть друзей, которые работают в Вирджинии, помогают афганцам. И я очень благодарен своим джижинским друзьям. Возвращаюсь к Нью-Йорку. В следующей неделе мы отправим новую партию беженцев именно в Нью-Йорк. Сабера, подскажите, о каком количестве людей идет речь? Есть ли какие-то более конкретные цифры? И, быть может, у вас есть информация, сколько людей, например, собираются переселить в штат Нью-Йорк? Корректно. Сейчас военная база в Вирджинии принимает больше тысячи беженцев. И мы уже переправили около 1280 семей в разные штаты. Вы понимаете, в каждой семье 4-5 человек. Так что, да, многие отправляются именно в Техас. Но те, у кого есть родственники в Вирджинии, остаются в этом штате. Знаете, очень большое значение имеет поддержка именно семьи. Если у вас есть какие-то родственники, то, естественно, так будет проще. Да, огромное спасибо за эту последнюю информацию. Еще один такой вопрос. Итак, сегодня, буквально несколько минут назад, стало известно о том, что военный самолет США покинул Афганистан. Таким образом можно говорить о том, что операция там завершилась. Вы как воспринимаете последние новости, которые сегодня пришли? Спасибо. Я сейчас как раз обнародовал эту информацию на своей странице. И, знаете, это большая ошибка и это ужасная неудача. Вы знаете, талибы, которые сейчас находятся в Кабуле, они празднуют, стреляют из автоматов в воздух. И это фактически праздник. Талибы сейчас распространены информацию, что они победили американцев, победили русских. Но, конечно же, не думаю, что это правда. Мы, как афганцы, не хотим, чтобы американцы покидали страну, поскольку, вы знаете, американцы оставили свои базы в Германии, в Японии на долгие-долгие годы. Но почему нужно было покидать Афганистан, я, честно говоря, не знаю. Они бросили своих союзников, бросили тех людей, которые помогали им эти долгие годы. И, конечно же, большинство афганцев очень разочарованы этим решением. Мы надеемся, что международное сообщество поможет Афганистану. Но сейчас тысячи, сотни тысяч людей покидают Афганистан каждый день. Миллионы думают об этом. И Таджикистан, Пакистан, Иран, Турция. Им всем придется столкнуться с потоком мигрантов. Конечно же, это будет сложно, поскольку талибы контролируют все границы и не позволяют никому покинуть страну. Стран придется следить за ситуацией и решать быстро, наверняка, как можно быстрее эти вопросы. Огромное вам спасибо за ваше мнение и за вашу позицию. На прямой связи с нашей студией был Сабер Нассери, глава комитета американо-афганских отношений. Спасибо вам большое. Берегите себя. Ну а мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok